Друзья, приветствую вас со всей души. YouTube 24-го. Для вас работаю я, Ирина Узлова. И сегодня это делаю, конечно же, не одна. Со мной Мухтар Аблязов, казахстанский политик, предприниматель, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте, рада вас видеть. Да, здравствуйте, добрый день. Мы с вами договаривались в прошлый раз и анонсировали поговорить о результатах саммита НАТО, который прошел в Литовском Вильнюсе. Вот он, собственно говоря, прошел. В Белом доме, говорят, посыл более чем четкий. Украина будет в НАТО. Что еще вы хотите услышать? Будет. Это, конечно же, перспектива. Увидели мы гарантии безопасности. Но многие говорят, что это больше гарантии помощи пока, чем безопасности. Подписали их страны группы семьи. Также другие страны сейчас к этому присоединяются. Что, по вашему мнению, мы увидели по результатам саммита НАТО? И главное, что в Кремле увидели от него, насколько решительны наши партнеры и какие сигналы они послали Путин. Видят ли они будущее без него? Ну, если говорить по итогам результатов саммита, я видел различные комментарии в украинские средства масс-информации, телеграм-канал и так далее. И, конечно, существуют разные мнения, и включая не только позитив, и разочарование. Я в этой связи хотел бы сказать следующее, что итоги саммита, я надеюсь, не были особо непонятными. Или, скажем, больше того, что произошло, наверное, не должно было произойти. Почему? Потому что еще до заседания самого самого саммита президент США заявлял, что Украина еще сейчас не может принять состав НАТО, потому что военный конфликт, во-первых, присутствует. Во-вторых, есть ряд условий, которые участники НАТО должны исполнить. И до тех пор, пока они не будут выполнены, Украина не будет принять НАТО, но, тем не менее, скажем, это не имеет никакого принципиального значения с точки зрения оказания военной помощи. И военная помощь продолжается, и будет продолжаться, заявлял президент Соединенных Штатов Америки. И поэтому, конечно, заранее было ясно, что этот саммит просто закрепит ту позицию, которая была озвучена Байденом. И, конечно, мне не очень понятно, почему многие люди были разочарованы. И, мне кажется, все основные принципиальные вещи, которые озвучили представители и участники НАТО, они очень важны. Во-первых, все страны НАТО подтвердили, что они ждут Украину. Да, политически прозвучало о неком укороченном шаге ПДЧ. Это шаги, план действий для членов самого НАТО. Вроде как бы это, я считаю, больше декларативно и политически, потому что это большого значения для Украины не имеет. Потому что она входит в состоянии войны. Поэтому, когда говорится, что укоротили в будущее хождение Украины в НАТО, это больше, скажем так, дипломатическое было заявление. Более важно было другое. Было важно, что страны подтвердили, что они ждут Украину в НАТО. И достаточно четко было сказано, при каких условиях это произойдет. Видел много комментариев и представителей со стороны Украины, которые присутствовали на пресс-конференции у помощника по национальной безопасности Салливана. И украинская журналистка задала вопрос, какие условия. Мы же воюем, мы уже готовы. Но, тем не менее, я думаю, что многие украинцы не знают, что за эти условия. Но я хотел бы просто для того, чтобы была ясность для многих, четко их озвучить. Ну, во-первых, это, собственно, сама демократизация, стабильные институты власти, гарантирующие демократию. Верховность закона, прав человека, защиту меньшинств. И я еще бы перечислил бы в этом контексте, что говорится, отменить обязательную армию. Понятно, что в этих условиях, когда Украина сейчас воюет, построит профессиональную контрактную армию, в данный момент это нереально. Поэтому я думаю, что с учетом этих требований, а требования, собственно, сами были сформированы, когда организовывалось НАТО. И, конечно же, никто эти требования отменять не будет. То есть там должны быть участники, которые проповедуют единые ценности, у них единые стандарты и тому подобное. Поэтому разочарования, я считаю, были неоправданы. И, что называется, на этом саммите просто было подтверждено. Другое дело, что я считаю, что более важным, действительно важным и в геополитическом аспекте для будущей Украины было другое. Это заявление G7. Многие тоже опять восприняли это его как декларацию. Страны-семерки, они четко заявили, что будут продолжать военную, любую другую помощь Украине. И сколько бы ни продлилась эта война, они это будут делать. Президент США вообще заявил, что для Путина это должно быть, скажем, пониманием и напоминанием, что если он ориентируется на долгосрочную войну, он проиграет, потому что экономика стран G7 приблизительно раз в 60 больше, чем экономика России. И в этом контексте, конечно, понятно, что долгосрочную войну шансов, скажем, у Путина удержать меньше многократно, чем у стран G7. И G7 не просто продекларировали, здесь было заявлено, что вот он путь. Каждая из стран, участник G7, теперь было поручено соответствующим командам, чтобы были подписаны двусторонние долгосрочные договора с Украиной и, собственно, план этой помощи. Да, эти страны сейчас устроены таким образом, что не может один человек, кто бы ни был, президент или премьер-министр, в одностороннем порядке сразу, скажем, подписать долгосрочные договора и определить размер денежных средств, которые будут оказаны в виде помощи Украины, или танки, самолеты, все прочее, это нереально. Но это целый процесс, потому что должны быть приняты соответствующие решения парламента этих стран, должна принята целая программа. Но, что важно, западный мир именно так устроен. Вот эти декларации озвучили политики, лидеры своих стран. Если они не будут исполнять, то фактически они, скажем, конкуренты других партий и так далее, им всегда будет возможность предъявить им, что они не выполняют свои взятые международные обязательства. Поэтому в этом смысле я считаю, что заявление и декларации, подписанные G7, являются ключевым и очень важным. Собственно, важный сигнал как для Путина, как для Украины. И это конкретное окно возможностей для самой Украины. Притом, я могу сказать, что окно возможностей очень ясное и четкое только до конца 2024 года. Потому что в 2024 году в ноябре состоятся выборы в Соединенных Штатах Америки, в 2024 году будут выборы в Беликобритании, состоятся выборы в Европейском парламенте. И этот курс до конца 2024 года будет ясный и четкий. Дальше в Украине нужно прилагать дополнительные усилия. Поэтому декларация «семерки» дала большие возможности для того, чтобы Украина усилила дипломатические и другие возможности, чтобы получить экономическую, военную и любую другую помощь. Я считаю, что это очень большой был шаг, сделан на заседании G7 и саммите НАТО. Это как продолжение было того, что произошло в Вильнюсе. Мы видим тоже и слышим от многих экспертов, что максимум, по сути, мы взяли на данный момент из того, что могли. Если выходить от изначальных данных, действительно понятно, что пока не закончится война, нас бы не взяли в НАТО. Обидно, что не прозвучало слово «приглашение» и не было оно нигде зафиксировано в политическом плане. Но касательно этой декларации проясняется, что не так-то это, мягко говоря, и абстрактно, а точнее совсем нет наоборот. Мы с вами, Мухтар, не раз говорили о том, что Россия еще 10 лет может вести войну, учитывая, как влияют санкции, даже учитывая, в каком положении сейчас ВВП России. А вот эта подписанная декларация, провозглашенная, скажем так, и последующие подписанные договоренности отдельно с каждой страной, они этот 10-годичный термин для России сокращают? Я думаю, нет. Это многое зависит от Украины и от западных стран. Было очень много разочарования, что в Украине не обозначили конкретный срок. Многие хотели, чтобы главы или члены НАТО заявили, что через год мы примем. На самом деле, если вернуться к требованиям для вступления НАТО, видно, что, во-первых, давайте с конца зайдем. Должна быть профессиональная армия? Профессиональная армия — это оплачиваемая контрактная армия, не должно быть призыва. В условиях войны это невозможно. Значит, это невыполнимые условия не потому, что члены НАТО не хотят, потому что в условиях войны это невозможно. То есть, когда закончится война, никто не знает. И поэтому сроки не могли быть обозначены, во-первых. Во-вторых, я приводил цифры, и сейчас, скажем, динамика, если пяти месяцев посмотреть, она благоприятная для России. Более того, она даже более благоприятная, чем я озвучивал в предыдущих эфирах. Министерство экономики развития России дало цифру за пять месяцев при рост экономики 0,6%. На этот год МВФ давал где-то 0,3%, на следующий год, по-моему, 1,3% и так далее. То есть, международные институты заявляли, что экономика России будет расти. Собственно, сами институты развития Министерства экономики России тоже говорили, и все данные действительно это подтверждают. Это во-первых. Во-вторых, мы сейчас видим цифры. Цифры следующие. К сожалению, пока еще существует, на мой взгляд, в самой Украине ошибочное мнение, что если нам дать достаточно средств, то мы выкинем Путина из Украины, и мы победим. То есть, здесь не оценивается то, что так победить невозможно. То есть, я уже в прошлых эфирах говорил, даже если военный бюджет нарастить, сейчас у Украины порядка 40 миллиардов долларов, военный бюджет, у России 110. Даже если его сделать сопоставимым, и, допустим, выгнали войска Путина с Украины. Но война не завершится. Почему? Потому что цель Путина не допустить, чтобы Украина стала членом НАТО. А членом НАТО Украина не сможет стать, если будут продолжаться военные действия. У Путина в этом смысле есть ракеты, которые он может запускать из Каспии, откуда угодно, продолжать бомбить. А Украина, владея даже иностранным оружием, получается, не может осуществлять военные действия на территории России. И поэтому бесконечно Путин эту войну может продолжать до тех пор, пока проблемы этой войны не коснутся миллионов. Я вам просто хочу дать цифру. Во-первых, мы говорили, что только тогда, когда общество российское будет испытывать гигантские проблемы, когда армия будет испытывать проблемы с поставками оружия, когда там будут гибнуть огромное количество, десятки, сотни тысяч военнослужащих, только в этом случае мы можем ожидать, что начнутся гражданские протесты внутри России, хаос в армии. Я для сравнения хочу вам дать цифры. Вот все время мы, когда такие вещи говорим, что начнутся протесты, военные голову поднимут и так далее, мы ориентируемся на историю, как было, например, в царской России в 14-17-х годах, или даже вспоминаем 44-е покушение на Гитлера. Так вот, я вам хочу цифры озвучить. В 14-17-й год падение российского ВВП в результате Первой мировой войны было 18%. А я говорил, что 10% это было, 8% было падение ВВП в 90-х годах, в начале 90-х. И люди, кто это помнит, вспоминают как кошмар. Вот в России в течение только 4-х лет в царской России произошло падение ВВП на 18%. И к чему это привело? К голоду, к протестам, к февральской революции и, собственно, затем к большевистской революции в октябре 1917-го года. Падение ВВП в Германии на 20% в результате Первой мировой войны привело к тому, что в 2020 году был подписан позорный Версальский мир для Германии. И падение ВВП в период войны Австро-Венгерской империи до 30% привело к тому, что империя распалась. И поэтому ожидать, что получим оружие в достаточном количестве, даже если военный бюджет будет увеличен в несколько раз, а это большая работа, нужно с партнерами проводить работу большую, чтобы действительно такое финансирование было. Это непросто добиться, мы же это видим. То есть этого недостаточно до тех пор, пока санкции не сработают. Пока страны Центральной Азии, в частности Казахстан и Кыргызстан, в лице политической верхушки президента страны, руководителя банковской группы, 80% банковской системы, Кулебаева и так далее, о Кыргызстане, президент Кыргызстана, еще я фамилии там написал, пока такие удары персональные не будут нанесены, российская экономика будет на плаву и будет расти. До тех пор, пока не будут сделаны два, в двух направлениях работы. Первое, это получение достаточного количества оружия, чтобы буквально подавить российские вооруженные силы. И второе, до тех пор, пока не упадет воловой внутренний продукт и начнется хаос в российской экономике, очень сложно будет остановить войну. Это не поможет, я уверен. Даже если вот эти все заявления существуют, даже если будет просто военная помощь, этого недостаточно для того, чтобы война завершилась. Она может длиться бесконечное количество лет. И я показывал маршруты, что сотрудничество оси зла, формирование оси зла, Китай, Иран, страны Центральной Азии, которые вассалы Путина, сейчас они активно уже развиваются в этом направлении. И до тех пор, пока удары эти будут, персональные санкции не будут нанесены, в двух направлениях будет проведена работа, война будет длиться бесконечно долго. Проект, можем объяснить, продолжает также отслеживать те риски, которые исходят от Китая, в частности, обход санкций, о котором мы с вами тоже перманентно разговариваем. Казахстан, Китай, все эти страны помогают, к сожалению, производить вот этот обход санкций, осуществлять его. И вот по тем данным, которые выяснили проект, можем объяснить российские оппозиционные, они утверждают, что китайские компании ежедневно поставляют в Россию чипы, другие санкционные комплектующие на десятки тысяч долларов. И попадает это, конечно, туда, к тем фирмам, которые производят оружие для армии, к предприятиям, которые уже под санкционные, под западными ограничениями. Хоть сам Китай же заверяет, мы с вами слышали, что он масло в огонь подливать не намерен. А тут вот такое происходит. Все-таки как этот отход со стороны Китая, который, я думаю, более чем умен и умел в этом, к сожалению, можно остановить? Смотрите, я вынужден все время показывать географическую часть, она чрезвычайно важна. Дело в том, что Казахстан граничит с Китаем и со странами Центрально-Азиатских государств. И мы получаем видео каждый день. Я получаю идут караваны грузов через Казахстан со стороны Китая в Россию. Гигантские объемы. И на самом деле, к сожалению, именно Казахстан является сейчас ключевой страной, которая осуществляет транзит грузов. Мы сейчас проанализировали статистические данные за пять месяцев и обнаружили интересные моменты. Я в прошлый раз говорил, что Financial Times опубликовала данные, что на миллиард долларов товары были куплены на Западе. Как бы двигались страны такие, как Казахстан, Армения, Кыргызстан, на самом деле они не доехали, товары двойного назначения были сброшены по дороге. Теперь, если анализировать статистические данные Казахстана, мы смотрим чипы, различные микросхемы и все прочее, в отчетных, в отчетности Казахстан показывает, что он купил в Японии, например, микросхемы и туда же поставляет. Купил в Пинляндии разные товары и туда же поставляет. Купил якобы в таких западных странах и туда же поставляет. Или по сути поставляет якобы в Узбекистан. На самом деле таможня Казахстана просто делает трюк. Они, ну это по поручению, понятно, президент Такаева, они ставят печати, что товар они приняли для собственного назначения, а потом его якобы экспортировали. Но не в Россию же, а в Америку или в Японию, или там в Узбекистан. На самом деле нам уже вот наши средства массовой информации пишут следующее. Есть так называемые зеленые компании, есть перечень, который согласован с политической верхушкой. И эти зеленые компании грузят товары двойного назначения, любые другие, которые способствуют развитию российской экономики, в траке и спокойно едут по железной дороге, по дорогам проходят беспрепятственно через таможню. Их не проверяет таможенная служба России, не проверяет таможенная служба Казахстана. И есть уже прямо на видео эти показания людей. Если необходимо будет, я вам отдельно потом пришлю. Одна журналистская группа такого расследования сделала. И там гигантские очереди по 10-15 километров на границе. Эти траки просто проезжают беспрепятственно. Вот, собственно, каким образом перекрыть каналы? В первую очередь, Казахстан, если будет перекрыть, то тогда вот такого рода грузы просто через территорию Казахстана не смогут поступать в Россию. Не смогут. Казахстан и сейчас большая дыра Кыргызстан — это две ключевые стороны. В большей степени Казахстан, потому что географически через Казахстан идут все эти транзиты. Понимаете? Это первое. Второе. Здесь очень важно не гоняться за компаниями, а ударить персонально по Касанжумар Токаева, потому что именно он помогает организовывать такого рода серый импорт. Товары двойного назначения, военного назначения. При этом одинаково абсолютно. Что он, что си будут произносить и произносят слова. Что они уважают территориальную целостность, уважают Украину. Что вот они за мир, но в реальности они помогали и будут помогать. Будут помогать Путину. Вот это нужно, мне кажется, уже для себя четко определиться. Зеленский подписал указ на две компании, наложил санкции. Это, я понимаю, как предупреждение. Но такого рода действия не будут являться неким, скажем, охладителем, остужающим фактором до тех пор, пока прямые удары не будут нанесены. Понимаете? Только прямые удары. Тогда это будет воздействие и на Китай, и на любые другие страны. Потому что будут бить по тем людям, которые принимают решения, которые организовывают эти процессы. Я хотел бы сказать следующее. Я знаю, что у вас, представители вашей политической власти, выражают обеспокоенность, что мы не можем там со всеми портить отношения. Во-первых, Казахстан, если говорить о Казахстане, он с Путиным, с Россией. Это уже безусловный факт, во-первых. Во-вторых, объем торговли по прошлому году между Украиной и Казахстаном был всего лишь там 0,4% торгового оборота. Сейчас это около 500 миллионов долларов, сейчас порядка 200 миллионов долларов. Это вообще ничего. Потому что все грузы идут через территорию России, и никакой торговли не будет. Никакого военного потенциала с точки зрения снабжения России танками и все прочее у Казахстана нет. У нее функция помогать, поставлять товары двойного назначения, осуществлять транзит и так далее. Плюс финансовые услуги. Россияне через Казахстан, через Freedom, который, кстати говоря, Freedom Bank, Турлов такой есть, кошелек нашей политической верхушки, через его банки, через MasterCard, россияне получают доступ к финансовым международным услугам. Вот когда вот такого рода удары будут нанесены очень точно, а не пытаться говорить себе, что мы не хотим из порта отношения, что там порта отношения? Там торговли нет, ничего нет. Никакого влияния на экономику Украины нет, и военного в том числе. Только то, что через Казахстан идут опасные товары, которые поддерживают деятельность экономики России. Вот куда надо бить. Ронять баловой внутренний продукт России. А тут припоминается мне, Мухтар, что также обещал Такаеве власть Казахстана, что с 1 апреля будет жесточайший контроль над транзитом товаров двойного назначения, над вот этим обходом санкций. Это было не более чем ширма словесная. Это ширма, безусловно. У меня есть в телеграм-канале Мухтара Блязова о войне в Украине, и там я публикую как раз видео. Показываю караваны, траков, по 10-15 километров стоят, и оттуда водители сообщают. Мы вообще не знаем, что такое какая-то некая электронная система. Мы ее даже не видим. То есть это декларации. Весь 22-й год выходили разные постановления правительства, перечень запретов, система контроля. Ничего не работает. Это сделано декларативно для вида. Так, собственно, как Иран заявляет, что Крым принадлежит Украине, но при этом поставляет дроны и кошмары. То же самое делает Казахстан. Все эти заявления, они носят декларативный характер. В реальности никакой электронной системы нет. Только массированная помощь Путину. Массированная. Понятно. Персональные санкции и ответ. Что ж, будем надеяться, что и наши западные союзники тоже будут к этому прислушиваться, потому что надо. Это останавливать, а не только лишь ждать, пока оно само остановится, не приходится, как мы видим, только оно все больше расширяется. Вы знаете, Ирина, извините, что перебил. Я хотел бы здесь использовать эфир и сказать следующее. Я понимаю, что, скажем, санкции против Казахстана, они встречают сопротивление, потому что в Казахстане работают крупные американские, ну и вообще английские, западные компании. Chevron, Texaco, Mobil, французские группы работают в области Урана и так далее. На самом деле, здесь речь как раз не идет о каком-то нефтяном эмбарго, эмбарго об Уране и так далее. На самом деле, именно персональные санкции, они будут иметь действенный характер. Я хотел бы воспользоваться и еще сообщить, что, например, я знаю, что украинская делегация пытается на Росатом, скажем, наложить санкции и возражает Франции, некоторые страны в Восточной Европе, которые, ну, покупают уран, обогащенный уран и так далее. Я могу сказать, что, как бывший министр энергетики индустрии торговли, я ясно представляю, каким образом организовать санкции именно узко по урану, так, чтобы не было сопротивления со стороны Франции, Восточной Европы и так далее. То есть, я в этом смысле готов оказать консультационные услуги и помочь, чтобы, действительно, как вы в прошлый раз говорили, тысячу порезов, чтобы эти порезы по разным сегментам экономики были санкционированы и обесточили экономику России. А то есть, если еще по таким отдельным, более узким, точечным сферам впровадживать, внедрять санкции, то это будет более эффективный, более быстрый механизм их воздействия? Ну, они должны носить многомерный характер, просто нужно знать, куда бить. Как бить по конкретным лицам, тем, кто организовывает санкции, я знаю, очень хорошо знаю, как, ну, понятно, бывший министр, который контролировал и управлял всей экономикой страны, как бывший финансист, который организовал в Казахстане и в странах СНГ самый крупный частный банк, я все отлично знаю. И очень хорошо знаю российскую экономику, потому что я там работал, тоже у меня там был банк, в числе 50 крупнейших банков России, во-первых. Ну, и просто хотел бы сообщить, я знаете, как посмотрел на комментарии прошлого эфира, я говорил следующее, что перед Украиной опасный враг, не тот, кто прячется в бункере, как многие пытаются представить. Это опасный враг, достаточно с сильной экономикой, потому что соотношение сил многократно превышает у России относительно Украины. Это нужно четко понимать. И поэтому, когда ты ясно представляешь, кто враг, нужно знать, как с ним бороться, и что делать. Нужно знать свои возможности и российские. И я там видел комментарии, когда я, скажем, показывал реальность. Многие люди, к сожалению, хотят быть обманут, жить в мире иллюзии. Они написали комментарии, что вот какой-то пророссийский эксперт. хотел бы сообщить, что я и в России, и в Казахстане преследуемый. В России у меня заочно 15 лет тюрьмы, у меня конфискован весь бизнес. В Казахстане я отсидел и в тюрьмах, проходил пытки, похищали мою семью, в Италии жену, дочь. Я осужден там был на 6 лет, на 20 лет, на заочно, на пожизненный срок и так далее. Я противник любых диктаторских систем и наша задача объединенными усилиями добиться, чтобы Украина победила, потому что когда Украина победит, у нас представители стран Центральной Азии, в частности, я работаю как лидер политического движения и борюсь против режимов в Казахстане, тогда у нас возникают новые возможности, чтобы сломать наши режимы. И поэтому я открываю и показываю одно возможности против этих стран, которые помогают Путину и готов выступить еще помогать по России. Тоже достаточно хорошо представляю экономику этой страны. Да, я тоже в свою очередь добавлю, что мы тут не из раду разгоняем, если что, и что мне там тоже, что я, мол, как-то не апеллирую. Мы оцениваем, друзья, все риски, потому что наш главнокомандующий Валерий Залужный, наши бойцы, с которыми я, в частности, каждый день общаюсь в эфире, они говорят, что не надо недооценивать противника на поле боя, они на этом акцентируют, даже когда не идет об этом речь, что не надо ходить и говорить, что у них совсем закончились артиллерийские боеприпасы, что у них ничего нет, потому что если мы знаем реальные риски, то мы можем им реально и противодействовать, потому что иначе побед не было бы на поле боя. Так вот, экономический фронт и это поле боя, это тоже важно, и здесь надо осознавать все, потому что, вот как вы тоже правильно отмечали, что если говорить, что все окей, то и только лишь это, и говорить, что да, там все само загнется, то западные партнеры и эти санкции не будут, в принципе, расширять, они будут думать, ну так все нормально идет, все работает, и помощь, соответственно, тоже не будет таких масштабов, на которые мы рассчитываем. Поэтому мы же здесь не говорим, что вот да, Россия победит, или мы просто оцениваем, боже упаси, мы как раз и говорим, что победит Украина, но анализируем, что надо для этого сделать и с нашей стороны, и со стороны западных партнеров. Правильно я все говорю? Правильно, да, и вот в этой связи я хотел бы дополнить то, что вы сказали. Сейчас страны G7 сделали очень важные заявления и декларации. И у Украины сейчас они были, но сейчас они уже фактически, можно сказать, юридически озвучены и могут быть закреплены двусторонними договорами. И сейчас чрезвычайно важно, чтобы высшее руководство Украины усилило работу, взаимодействовало именно со странами семерки. Безусловно, со странами ЕС, но в первую очередь семерки, потому что само ЕС неоднородно. Там мы знаем позиции Венгрии, они против, часто бывает, блокируют тельные решения. Не все, скажем, суперпоследователи, суперэнергичные. Я бы также сказал и о Франции, и Италии. В следующем году в Италии будет референдум продолжать ли помощь Украине или нет. Это надо иметь в виду. Но страны G7 объявили свою позицию, и поэтому надо последовательно проводить большую дипломатическую работу с этими странами, чтобы усилить, получить военную помощь. Раз. Во-вторых, усилить давление на те страны, которые позволяют России поддерживать на плаву экономику в России. И в этой связи я хотел бы обратить внимание на Эрдогана. Опять же, я в комментариях вижу различные слова о том, что Эрдоган поддерживает Украину. Я буду говорить открыто, ясно. Это не так. Эрдоган, он работает только на Турцию, во-первых. Ну, что так и должно быть. Во-вторых, это авторитарный правитель. Это не классическая демократическая страна. На самом деле, но она не чистая, авторитарная, но я буду говорить, что все-таки это больше авторитарная страна. И я в прошлый раз, когда речь шла о зерновой сделке, показывал, что торговля между Россией и Турцией 62 миллиарда долларов на данный момент, и она выросла относительно прошлого года на 84 процента. Плюс транзит только нефти 150 миллион тонн, 75 миллиардов долларов, грубо. То есть, там на кону оборот минимум 150 миллиардов долларов между Россией и Турцией. И поэтому Эрдоган, он пытается, он играет и, что называется, и с Путиным, он играет и с европейским сообществом, он играет с Украиной. Но тут надо оценить баланс. Да, хорошо, зерновая сделка на 10 миллиардов прошла. Да, хорошо, у него торговля там на уровне 150 миллиардов долларов с Россией. Ну, если транзит считать, даже еще больше. Но что он еще делает? Он поставляет Россию, это американская разведка уже заявила, это факт, что он поставщик номер один, во всяком случае открытый поставщик. Мы-то понимаем, что это Казахстан, с учетом того, что он граничит с Китаем, и там много неконтролируемых грузов идет через Казахстан. Так вот, Эрдоган поставляет товары двойного назначения. Первое, это приводит к тому, что на головы украинцев сыпятся ракеты, они убивают десятки людей, военнослужащих. Второе, Эрдоган помогает на плаву держать экономику Путину. Это позволяет делать Путина еще сильным и продолжать войну дальше. Если принципиально говорить, то, что он поставляет какие-то небольшие объемы байрактаров или еще какие-то броневики, масштаб того, что сыпется на головы украинцев и продолжается война, я считаю, он именно этой балансировкой помогает Путину. Вот моя позиция. Первое. Второе, и в этой связи если украинское руководство будет последовательную работу проводить с Европой и Соединенными Штатами Америки, они в конце концов его принудят, чтобы все эти действия они были не только сильно сокращены, а фактически завершены. Понимаете? Надо уже четко понимать, что Эрдоган он в балансе, если посмотреть, что сколько он помогает якобы Украине и сколько он помогает Путину, он на самом деле на стороне Путина. Это очевидно. И помогает он себе, ведь у него были проблемы необыкакие экономические перед выборами в частности. Видим, что сейчас после саммита НАТО неплохо их, я думаю, удастся решить. Но в то же время я сейчас выступлю не адвокатом Эрдогана, а представителем дьявола, скажем так, представителем Эрдогана. Но смотрите, есть другие, конечно же, аргументы. Зерновая сделка работает, она, по всей видимости, завтра будет продлена. Все равно это раз. Завод Байрактар тоже будет построен в Украине, не в России. Это два. В-третьих, Эрдоган на протяжении полномасштабной войны не дает проходить российским военным кораблям. Неужели это мало? Или просто все равно он действует по ракдигме и вашим, и нашим, а главное себе? Эрдоган, он главный себе. Надо понимать, что это авторитарный проявитель. И если его объективно оценивать, он, кстати говоря, у власти уже с начала 2000-х годов лет 20. А с 2014 года он вообще президент страны. И его представлять человеком эмоционально действующим, что он якобы Путину там садил турецкий кривой и Эрдоган, как говорят некие блогеры, это смешно. Он очень продуманный человек. Ну, у меня, понятно, свой личный опыт тоже общения есть. Он очень продуманный, чтобы вы понимали. Он все взвешивает, делает все тщательно. И то, что средства массовой информации и, собственно, сам Песков заявил, что командиров Азова отдали якобы не согласованно, это я убежден в этом не соответствует реальности. Потому что, опять, это мой личный опыт общения. И просто нужно анализировать историю жизни Эрдогана. Он все делает продуманно. Здесь просто, на самом деле, это принцип дезинформации. вот такого рода действия он отдал пять военнослужащих Сазова. Безусловно, это люди-герои, но это не такие люди, которые завтра пошли на войну и Украина победила. Мы же это все понимаем. на самом деле это позволяет как бы Путину он получил некую мифическую пощечину, показать, что он якобы слабый, но позволяет и дальше Эрдогану безнаказанно поставлять на миллиарды долларов разную продукцию, в том числе войнового назначения. То есть поддерживать ту торговлю, которая сейчас есть. И в этом случае Эрдоган будет своим партнером по НАТО и странам Запада говорит следующее. Вот видите, я его здесь, как вы говорите, или кто-то другой там обидел, или там как другие блогеры говорят, всадил МОШ или Эрдоган спину. Вот видите, я всадил. Но что вы тут ко мне цепляетесь? Ну да, у меня торговля, у меня экономика, у меня 105 миллиардов долларов только потери от землетрясения. То есть он будет такие аргументы использовать для того, чтобы продолжать этот курс, извлекать прибыль. Понимаете? Байрактары, это в масштабах войны, если перевести на деньги, это небольшая сумма. Это даже и миллиарды не будет, и 500 миллионов долларов не будет. Это небольшая сумма. Сделка зерновая, она и так, и так будет. Там она на 10 миллиардов долларов, а там на кону минимум 150 миллиардов. поэтому, если вот так баланс смотреть, то он там, он с Путиным, и не нужно заблуждаться, говорить, что нам он тоже что-то помогает. Вот стоит вопрос, если он врагу отдал тысячу автоматов, а вам один, он кому больше помогает, и где он находится? Понятно, что тому, кому он помог, поставил тысячу автоматов. В данной ситуации именно так и происходит. Это такого рода действие для деинформации. Путин показывает, что да, он утерся, что называется, он терпит, но на самом деле он выиграет в главном, большом объеме торговли, поставках товаров двойного назначения, и не только товаров двойного назначения, он выигрывает. Надо смотреть в балансе. Понимаете? А против Турции никакие санкции никто не будет, понятное дело, применять? Нет, почему же? Знаете, санкции не нужно применять против Эрдогана. Против Эрдогана ну вот видите его заявление по Швеции, вот я их не пущу, я вот против. А потом раз не согласился, это кулуарно-дипломатические переговоры, причем давление у Америки, у Европы во много раз больше, чем у Путина, потому что он одной ногой стоит, что называется, на пути ЕС, у него экономика, вообще вся страна свободная, либеральная относительно России, у него гигантская зависимость от Запада, поэтому, когда будет должное давление, он будет двигаться именно в ту сторону, а в сторону Запада, он никогда не денется. И еще второе, многие опять же представляют Путина неким таким слабаком, где-то он под кроватью спрятался, где-то бункер засел, это тоже неправда. Путину власти тоже уже скоро будет уже 25 лет. Я, понятно, тоже его лично знаю и могу сказать, надо оценивать врага правильно. Человек не мог находиться у власти больше 20 лет, если он такой слабак, дурачок и так далее. Понимаете, мы должны оценивать страну, у нее действительно серьезные возможности. Самая большая территория по размеру, сырьевые запасы огромные, для ведения войны у него ресурсы есть, они на поверхности лежат. И поэтому это большая ошибка все время его представлять неким слабым, что некие генералы там восстали, что какой-то Пригожин что-то испортил. Это не так. Это нужно его реально оценивать, смотреть, возможно. Даже были комментарии, что якобы турецкая армия сильнее, чем российская. Загуглите, уважаемые, кто нас смотрит, загуглите, посмотрите, у России ядерный паритет с Америкой. И Искандеры покупала Турция у России, а не Россия у Турции. Вот я считаю, что нам нужно объективно оценивать врага, чтобы и не только врага, и себя, и союзников. Мы понимаем, что воловой внутренний продукт стран, которые поддерживают Украину, это минимум 60% мировой экономики. Это много. Но они же не вкладывают соответственно своему воловому продукту пока помощь военную, финансовую и так далее Украине. Когда они это сделают, даже на уровне 1% ВВП, если эти страны инвестируют на военные нужды, это более 400 миллиардов долларов. Это в 10 раз больше, чем сейчас. Да, тогда это произойдет. То есть Украине нужно еще сильно поработать с высшим руководством этих стран, чтобы добиться такой помощи. Это серьезная работа. Безусловно, Украина победит и должна победить. Но мы все хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. и как можно меньшим количеством человеческих наших жертв, потому что эта цена совсем неизмерима. А это суммы помощи большие, будем в этом направлении работать. Друзья, мы языком цифр вам просто предоставляем информацию и различные варианты развития событий, которые есть, как бы нам хотелось того или нет. Ну что ж, но тем не менее работаем и мы, наши западные партнеры, а главное и наши вооруженные силы. Мухтар, они работают, я думаю, что вот эта оперативная сумместность со странами, членами НАТО ими уже доказана и будет доказана впредь. И о декларации спасибо тоже, что разъяснили. Думаю, позитивные это сигналы и не только лишь сигналы, а и действия. Я благодарю вас, думаю, нам будет о чем поговорить и зерновая сделка не только лишь. Продолжим. На следующий день, если найдете время, спасибо вам, Мухтар, что находите для нас время и за ваши размышления. Всего доброго. Всего доброго. Мухтар Аблязов, друзья, политик, казахстанский предприниматель, лидер движения «Демократический выбор Казахстана» был гостем моего эфира. Спасибо большое, что вы смотрите. Оставляйте свои комментарии. Как видите, мы читаем и разъясняем вам, если вдруг, что вам или непонятно, или интересно. Поставьте лайк, если вам понравилось. С вами была я, Ирина Узлова. Иду готовить для вас следующее интервью. Увидимся. Берегите себя. Верьте в себя. Победим.